Палящее солнце, вековые крепости и диковинные блюда узбекских кочевников. Это просто сырое мясо. Будем пробовать. Хива – это город-уазис посреди двух крупнейших пустынь Центральной Азии. Хива – в прошлом столице харизмской цивилизации. Сегодня это музей под открытым небом, в котором живут люди. Здравствуйте! Хива – это один из древнейших и немногих уцелевших городов Великого Шелкового Пути. Город расположен в тысячи километрах от столицы Узбекистана, Ташкента, рядом с пустыней Козылкумом и рекой Амударья. Харизмское ханство, наряду с Бухарским и Коканским, был одним из трех узбекских государств в Центральной Азии. С падением империи Хива становится столицей Харизмской республики, которая позже, в советское время, войдет в состав Узбекистана. Но его славное ханское прошлое живо и сейчас. В сердце Хивы – это знаменитая цитадель Ичанкала. Название переводится как «внутренняя крепость». Оказавшись за ее высокими стенами, попадаешь в средневековый восточный город. Чанкала, где Шанкала называется. В Ичанкала территория Ичанкала занимает 26 гектаров. Внутри города находятся 50 архитектурных сооружений. Из них дворцовые комплексы, минареты, мавзолеи. Фируза работает экскурсоводом уже много лет. Говорит, Хива – это единственное место в Центральной Азии, целиком сохранившееся как город-памятник. Туристам потребуется целый день, чтобы обойти все достопримечательности города. Здесь сосредоточено огромное количество мечетей и усыпальниц. Здесь же в крепости среди тысячи туристов живут и трудятся местные жители. Их дома расположены на окраинах города, вдали от туристических маршрутов. Эти районы называют Рабадами, и здесь кипит настоящая жизнь. Плотность населения невероятно высока, поэтому дворов и садов здесь нет. Дома расположены вплотную друг к другу. О, сразу за воротами попадаешь в теплый дом. Красиво? Вот здесь не камень. А стены? Стены? Кирпич. А, ага. Нежженный, нежженный. Нежженный кирпич. А, сынч. Сынчуя, сынч. Атабаю Камалову почти 90 лет. Он говорит, что этот дом был построен во времена ханского правления, некогда могучего в средневековье харизмского государства. Сам дедушка родился уже в советское время. Всю свою жизнь он изготавливал кирпичи, которыми вымощены множество узких улочек. Кирпичи прямо здесь был обычный? Да. Ручные эти. Это ручные? Да, ручные. Эти кирпичи вы сами делали? Да, сами. Ручные эти. Ручные эти. У меня было 15 лет назад, где я старался. У меня нет фармавчиков. Вот такой фармавчик. Кирпич. Кирпич фармавчик. Я сам не работаю, работаю, работаю. Только указания даю. Такой формат. Тринадцать, два петра, тридцать. Фармавчик, работаю. Работаю. В древние века жить в Ичинкале было престижно. Сегодня жить здесь – это значит пребывать в постоянных ограничениях. Власти запрещают облицовывать дома на свой вкус и возводить крыши. В старых кварталах Хилы можно встретить такие древние колодцы. Некоторые из них до сих пор функционируют, правда, зимой, когда вода немножечко поднимается. Но ими уже почти никто не пользуется. Одна из легенд об основании Хивы гласит, что город строился вокруг колодца Хейвак, который был вырыт по приказу сына пророка Нуха или библейского Ноя. И этот колодец сохранился до наших дней. В целом в Хиве очень много всяких легенд. Городу, как уверяют местные жители, более двух с половиной тысяч лет. Говорят, именно здесь родился основатель огнепоклонничества Заратустра. Возможно, поэтому здесь очень суеверный народ. Почти в каждом доме у ворот или под крышей можно увидеть подвешенную пластиковую бутылку с солью. Это для защиты от сглаза и порчи. Ведь издревле соль считалась мощным оберегом от всего плохого. Хива сильно отличается от других городов Узбекистана. Здесь даже другой узбекский язык, который больше похож на турецкий или азербайджанский. В средневековье харизм был тесно связан с тюркскими государствами. Здесь также готовят совершенно другой плов. Исключительно на растительном масле, без добавления курдюка, как это делают в других регионах. По-другому делают. У них черный плов получился, у нас белый плов. Мясо у них крошит, мелко-мелко. У нас крупный кладут, полкило, по кило кладут. И потом, когда плов готовится, потом лезет. Плов, как и везде в Узбекистане, на все случаи жизни. Сегодня его готовят по случаю встречи невесты в доме жениха. Пока готовится блюдо, мы пробираемся вглубь городка. Былой исторический облик Ичанкалы стремительно молодеет, превращаясь в город, максимально удобный для туристов. Старые жилые дома сносятся и вместо них появляются гостиницы. А глиняные улицы застилаются однотипной брусчаткой. О, смотри, какая старая дверь. Можно закрыть и снять. О, здесь туалет, оказывается. Это общественный туалет. Смотри, какая старая дверь. Нам сказали, что местные жители никогда не ходят в туалет на улице, да? Где попало. Здесь везде могилы. Никто не знает, где это. Как? Ещё раз. Могилы, могилы. Здесь везде могилы, да. Никто не знает, где. В этом доме или в том доме. Вот здесь учились, здесь молились. А, вот эта вот старая мечеть, да? Да, мечеть. Ого, старая-старая. Старая-старая. Вот мы три года с китайцами работали. Вот это сделали, это сделали. А вы сами строитель, да? Да, работаем. Вы сами здесь, отсюда, из Хивы, да? Вот мой дом. Магазин «Жизнь». Ага. А, это ваш дом. Сегодня найти тут ветхие дома практически невозможно. Город быстро застраивают, из-за чего местные жители переселяются за пределы старого города. В общем, это старая харизмская архитектура домов, которые выглядят примерно так вот. Прямо за стеной, получается, есть очаг. Вот дымоход, да? То есть, в доме можно готовить, и весь запах, весь дым выходит вот из этих окошек. У нас четыре ворота. Северный, южный, восточный. Так расположены. Просто сделали, и так у нас две ворота платные сделали. Два сейчас бесплатные. То есть, туристам можно отсюда зайти, да? Не обязательно платить. Не-не-не. Короче. Все равно музей не может зайти. Ага. Оттуда. Отсюда, да? Саумлет. 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 Что, здесь канализацию, да? Да, да. Дома в исторической хиве строились в основном из глины. Крупный строительный лес, который был дефицитным в пустыне, использовались в особо ответственных конструкциях для несущих каркасов или колонн. Одним из древнейших сооружений из деревянных резных колонн считается храм Юма-мечети или Пятничной мечети. Многовековое мастерство резных шедевров здесь передавалось из поколения в поколение. У Митера Асметов, резчик по дереву, работает прямо у себя дома. Один метр такой колонны стоит примерно полтора миллиона сумм. Тут три метра, это будет примерно четыре с половиной миллиона сумм. Если у вас будут заказы для мечети, напишите мне. В качестве материала здесь в основном используют карагач. Это прочное и долговечное дерево. Прежде чем приступить к его обработке, дерево высушивает несколько лет. И только потом, вручную, из него создают очередной шедевр. У Мит делает разные изделия, но самое сложное – это подставка для книг – лавх. Его делают без единого гвоздя или клея. Такой лавх стоит от трехсот до пятисот тысяч сумм. Он имеет пять уровней. Давайте покажу. Вот первый уровень. Вот второй. Третий. Можно телефон поставить. Вот четвертое положение для книги. А вот пятая. А этот большой имеет девять уровней. Для Умита это основная работа. Он готовит сувениры для продажи, а на вырученные деньги кормит свою семью. Сейчас все, что зарабатываю, тратим на продукты. Торговли совсем мало. Еще этот карантин. Больше года сидели дома без работы и денег. Чтобы как-то выжить, распродал все изделия опытом, по своей цене. На эти деньги и жили. Сейчас уже второй год пошел этого карантина. Ручной труд очень сложный, а порой даже убыточный. Но другой работы здесь нет, поэтому многие трудоспособные мужчины предпочитают уезжать на заработки в Россию. Как только откроются границы, уеду в Россию. Там я работаю на стройке, зарабатываю там больше. Поэтому полгода работаю там, полгода тут, дома. Местных жителей кормят туристы. Каждый в Ичинкале что-то делает своими руками или что-то перепродает. Санабар, например, вяжет носочки или шарфы. Когда есть туристы, продаем по 30-40 пар. Другой работы у нас нет, только вязанием занимаемся. Платим налоги за эту деятельность примерно 350 тысяч сумм в месяц. Ее дом от туристической улицы разделяет неприметная калитка, перешагнув через которую, словно попадаешь в другую реальность, где нет назойливых туристов. Часть дома была построена в 1953 году, другая часть в 1974 году. Строил мой дед, отец отца. Он был торговцем, возил товары в Туркменистан. До начала 19 века Хризмийское ханство включало в себя часть территории современного Туркменистана. И до 16 века столица хризмийцев находилась в соседней республике. Через эти места проходили торговые пути между Востоком и Западом. Здесь в основном ткали ковры. И сегодня ковроткачество остается важным традиционным ремеслом. Ковроткачество – это многолетний и кропотливый ручной труд. Опытная мастерица успевает за день сплести полоску ковра толщиной всего в один сантиметр. Один метр, семьдесят сантиметров, они будут вот больше вона. Вот эта сторона, они тут уже пять месяцев. И сколько это стоит? Три тысячи, пять тысяч, десять тысяч долларов. Максимум десять тысяч долларов. В месяц за такой труд женщины зарабатывают от 50 до 100 долларов. Имея, казалось бы, внушительные природные и промышленные ресурсы, зарплаты в Узбекистане по-прежнему остаются одними из самых низких в мире. Из-за этого многим людям приходится экономить деньги и рационально их тратить. Социальное положение хивинцев более точно можно определить по домам. Зажиточные отели заметно выделяются на фоне многолетних построек, в которых живут люди. Для большинства туристов эти места не представляют никакого интереса. В доме жениха уже начались гуляния под традиционные танцы лязги. В гостях исключительно женщины. Кульминация события – обряд келин-салом. Прием невесты в новую семью. Новобрачную зовут Михруза. Недавно ей исполнилось 20 лет. Переезд невесты в дом жениха после обряда бракосочетания обязательно сопровождается наставницей Янги. Зубайдо – родная снохами Хрузы. Они приветствуют каждого гостя, низко кланяясь и потирая ладонями свои колени. Такая традиция. Каждый поклон поощряется платками или деньгами. С этого момента начинается семейная жизнь. Зубай – родная снохами Хрузы. «Чтобы Бог не обделил вас деньгами и счастьем, просим у Всевышнего подарить вам детей, сыновей и чтобы в доме было много праздников». Обряды и традиции харизмийцев значительно отличаются от их южных родственников. Исторически так сложилось, что живут здесь потомки кочевых узбеков, племена которых в основном занимались скотоводством. Здесь и сейчас мужчины носят чагурму – шапку из длинной овечьей шерсти. И даже едят традиционное сырое мясо. «Это сырое мясо. Мелко рубим, рубим, рубим. Затем месим этот фарш руками до однородной массы. Получается, пока мы месим, мясо это варится в руках. А это белое – это жир. Жир, жир. А, жир. Это просто сырое мясо. Сырое мясо. Матурама? Да, да, да. Ничего нет. Будем пробовать. Да, сырое мясо. Сырое соляное мясо. Ее высушить и будет бастурма. Из жжон – это сырая, мелко нарубленная баранина. Блюдо, сделанное на скорую руку, сначала шокирует, а потом вызывает любопытство. Никаких ветеринарных справок, все на честном слове. За ходом палящего солнца спадают жара, и жизнь в Ичинкале продолжается под удары дайры – национального бубна. Танец Лязги исполняется в неизменном окружении толпы туристов. Этот танец считается самым популярным в харизме, и о нем мы обязательно расскажем в нашем следующем выпуске о людях, связавших свою жизнь с танцем Лязги. Субтитры создавал DimaTorzok Ближе к полуночи улицы города пустеют, и люди готовятся ко сну, чтобы выспаться и утром быть готовыми принять очередных туристов. Так проходит жизнь в городе-музее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok